Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Президентские состязания 2015. Элита российских школ сразится в финале. Пять причин приехать в Анапу подвели итоги фотоконкурса. Подвели итоги фотоконкурса. Доброте, дорогу. Воспитателям это качество особенно необходимо. Узаконенное судом самострои – сомнительное благо для дольщиков и города. Недобросовестные застройщики, получив право собственности на строение, умывают руки, а люди остаются ни с чем. Судебные тяжбы могут длиться годами, а свет, вода, газ нужны сегодня. Многоквартирный дом на Терской-219 построен несколько лет назад на участке под индивидуальное жилищное строительство. Технические условия выдавались на 120 жилых квадратных метров. В итоге ни газа, ни воды. Но суд это не смутило. За застройщиком признано право собственности на дом. Накануне обманутые люди пришли на прием к главе Анапы. Дом построен на земле под индивидуальное жилищное строительство, без соответствующих разрешений. Право собственности приобретено решением суда. А я и не спорю, что это его кирпич, его раствор, его рабочие и все остальное. Пусть мне суд, я по вашему дому, кстати, представитель суда говорил, дайте мне разъяснение, как я коммуникации подключу. Сегодня есть технические условия новые. Если застройщик их выполнит, то коммуникации у вас будут. Если он не выполнит, то коммуникации у вас нехорошо. Застройщик готов оплатить строительство коммуникации, заверяют люди. С одной стороны, они заложники ситуации. С другой, добровольные инвесторы в самовольное строительство. Ну вас обманули, вы понимаете. На сегодняшний день я больше вас даже заинтересован, чтобы тему закрыть и забыть. Но у нас есть белорусский 8, вы можете проверить. Есть объездная 9 и еще ряд адресов, где вот такие же застройщики говорят. По белорусскому 8,5 года не исполняется судебное решение по газификации. И все на электричестве. Представляете, что это такое? Отопить. 630-я подстанция горела зимой. В 20-ти градусный мороз мы ее меняли. А знаете, что застройщик говорит? Идите вот туда. Там есть глава, который все это обязан делать. А у самого 53 квартиры еще осталось там. Сейчас уголовное дело в отношении его, вот сейчас, с ее минуты, изучается прокурором для подписания обвинительного заключения направления в суд. И он будет осужден. Справедливости хотят и обманутые дольщики Спарковой 60. Истории с долгостроями Бжецева уже 10 лет. На нем два уголовных дела о мошенничестве. Второму всего несколько месяцев. В мае этого года городской суд признал Бжецева виновным и вынес суровый приговор. С маленькой оговоркой. Отпустив осужденного по состоянию здоровья. Редкий, если не сказать, исключительный случай. В нашем случае, как мы увидели, несмотря на то, что суд отпустил его по состоянию здоровья, у нас Бжецев продолжает активно действовать. Вот мне недавно звонили жители поселка Суко, у которых как раз пострадавшие и потерпевшие по данному делу. И говорят, что он свободно передвигается. Более того, предпринимает попытки даже продажи тех недостроенных объектов, в повторные попытки уже. То есть людям он уже один раз обманул, продал, и теперь пытается еще раз это сделать. То есть он ведет активный образ жизни, который вообще не свидетельствует о том, что у него действительно настолько серьезные проблемы со здоровьем. И вновь обращение в прокуратуру. Если человек исцелился, то пусть несет ответственность за свои деяния, а не множит армию обманутых им людей. Проблема обманутых дольщиков – это социальная проблема. И вот в настоящее время администрация нам содействует. И не только администрация, но и управление в области долевого строительства по Краснодарскому краю. То есть нам предлагаются варианты возможные решения правовой проблемы. В общем-то, конечно, за это им спасибо. Ну, будем надеяться, что правоохранительные органы тоже не останутся безучастными, как минимум, вот в этой проблеме с приговором. По Всероссийскому детскому центру «Смена» тепло и торжественно открылись 17-е всероссийские спортивные соревнования школьников – президентские состязания. Почти 150 класс-команд из 80 регионов России приехали в Анапу показать свое мастерство не только в спорте, но и в разностороннем развитии детей. Ребята из 77 городских и 72 сельских школ поселились на Черноморском побережье во Всероссийском детском центре «Смена» и готовы сразиться в финале. Сегодня вы будете не только соревноваться в состязации, но и, естественно, участвовать в творчестве, в монкурсе, участвовать в образовательном конкурсе, что на самом деле делает вас не только сильными, здоровыми, но и гармоничными, и всесторонними разными детьми. В ДЦ «Смена» принимает ежегодные президентские состязания в 10-й юбилейный раз. Президентские состязания проходят в менее 10-й раз. Для нас это торжественно, важно, почерпно, и мне бы хотелось, чтобы «Смена» принимала в 15-е, по счету 20-е, 30-е измена состязания, потому что это событие позволяет не только соревноваться в спорте, но и, в первую очередь, показать вашим одноклассникам, что успешно будет классно. Грандиозная церемония открытия стала для ребят ярким запоминающимся праздником и позитивным толчком к победе. Президентские состязания Президентское послание участникам состязаний зачитали со сцены. Почетные гости пожелали ребятам побед и преодоления всех трудностей. Президентские состязания 2015 стартовали эстафеты Олимпийского огня, в которых принял участие российский прыгун в высоту олимпийский чемпион Андрей Сельнов. В нашей стране растут необычайно талантливые дети. И они знают – все в их руках. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подгласно было нам. В этом году команда Республики Крым примет участие в состязаниях уже на общих основаниях, наравне с другими участниками. Все команды решительно настроены на победу. Приехали поучаствовать. Ну, конечно, я сомневаюсь, что сюда кто-то приехал просто так. Все мечтают о победе. Мене первый раз, два раза были во Владивостоке. Впечатления шикарные. Сюрпризом для зрителей стало выступление участника проекта «Фабрика звезд 7» певца и композитора Марка Тишмана. Смена объединила не только спортсменов, но и настоящих юных патриотов, упорных, стремящихся к цели. Президентские председания 2015 с днем победы! Впереди у участников непростые две недели. Нужно защитить честь своего региона и показать все, на что они способны, и даже больше. И хорошая возможность обрести новых друзей, получить колоссальный опыт и знания. Пожелаем всем участникам удачи. В прошлом году по инициативе главы города был организован фотоконкурс «Пять причин, по которым стоит приехать в Анапу». Обладательница первого приза уже отдыхает в Анапе, поскольку призами конкурса были путевки на отдых в Анапу в бархатный сезон 2015. Своими впечатлениями об участии в фотоконкурсе и любви к городу делится Жанна Боброва. На отдыхе любой фотограф. Очень хочется поделиться эмоциями, полученными на курорте с родными и друзьями. Фотография в этом самый верный помощник. 34-летняя жительница подмосковной Лобни на песчаных витязевских барханах гонялась за стрекозой. Ее фотография «Стрекоза и муравьи» стала ярким свидетельством экологической чистоты курорта и лучшим художественным воплощением замысла. Она, в первую очередь, это море, изумительный воздух. Вот сразу, как с поезда вышло, вот этот запах непередаваемый, соленый, ароматный такой, луга, горы, цветы, все вот это Анапа. Солнце, солнца, конечно, которого очень не хватало нам в это лето, в нашей московской полосе, очень много было дождей. И, конечно, сейчас, когда приехала в Анапу, это просто восторг, эмоции. Жанна не профессиональный фотограф. Она журналист. Но сейчас больше мама. В декретном отпуске с дочкой. Узнав о победе, была на седьмом небе от счастья. Слова не подберу. Это были визги, крики, восторг. Руки тряслись. Вся, конечно, не верила. Если честно, хоть я и так поглядывала, посматривала результаты, но все равно, конечно, как-то. А еще первое место. Вот, я просто вспомнила, прям, мне очень отчетливо вспоминается тот день, когда я охотилась за этой стрекозой. Как это было, как я лазила там на этих дюнах, фотографировала ее. Ну, моя счастливая стрекоза. Сейчас Жанна отдыхает в Фея Три. Отдых ее полноценный и радостный. Победительница счастлива. Мы тоже. Верные поклонники нашего курорта видят в нем только прекрасное. И счастливы вернутся в наш город еще и еще раз. С маленькими детьми управляться нелегко, а если их целая группа, да еще и не простых малышей, а с разными серьезными заболеваниями, которым нужна особая нежность, забота и специфический подход. Логопед детского сада «Пчелка» Светлана Зимова к сердцу каждого малыша умеет проложить дорогу. Ребенок с детским церебральным параличом нуждается в особом внимании взрослых. Анапский детский сад «Пчелка» – единственная на курорте инновационная площадка по обучению и воспитанию ребятишек здоровых и с задержкой в развитии в единой среде. Малышей здесь не разделяют. Технологии в обучении и воспитании дошколят шагнули далеко вперед. Интерактивные столы, тубы, специальные игры, тренажеры, развивающие методики. Но во все времена главной движущей силой развития были и остаются люди. Человеческое тепло не заменит никакая, даже самая современная техника. На какую кнопочку мне нужно нажать? Она у нас нижняя и верхняя. И нижняя. Проверяем? Уверены? Светлана Зимина учит малышей красиво и чисто говорить уже 15 лет. Два года назад ей предложили обучать малышей инвалидов. И она с готовностью взялась за этот нелегкий труд. Я всю жизнь хотела быть, как моя мама, медицинским работником. Но в силу определенных обстоятельств в медицинский институт я не поехала поступать. И поэтому выбрала дефектологию, потому что в дефектологии очень много медицинских предметов. Но когда я окунулась в эту профессию, ни одного дня я не жалею, что я стала учительным логопедом. Детские глаза следят за каждым ее движением. Слушают внимательно каждое слово. Светлана Александровна в первую очередь друг и партнер. Она помогает маленькому человечку познавать этот большой и интересный мир. Для нас дети, они все одинаковые, все любимые. И ребенок в дошкольном возрасте, он не понимает, это ребенок или с ограниченными возможностями здоровья, или такой же, как его сверстник. Поэтому единственное, что детки с ограниченными возможностями здоровья, они вначале находятся как бы на ступеньку ниже по развитию. И поэтому наши детки являются ими учителями какое-то время и помощниками. А направляем мы уже и взрослые. Дети – тончайшие психологи. Они быстрее чувствуют педагога, чем он успевает прочувствовать их. Главный принцип работы Светланы – игра. Она говорит с каждым ребенком на его языке. И ребенок со временем пускает педагога в свой мир. Ее неугасаемый оптимизм и позитив располагает не только ребятишек, но и коллег. Удивительный человек, когда педагог заходит утром на работу в детский сад, 8 часов, да, и с такой обаятельной улыбкой, со спокойствием, с каким-то сочезарной даже улыбкой, так как это чистое, искренне. Доброе утро всем! Счастливого рабочего дня всем! То есть человек с таким настроением приходит на работу в детский сад. Прекрасно понимая, осознавая, что ее ждет достаточно сложный контингент наших деток. Особых, замечательных, великолепных, но таких сложных и своеобразных детей. Дети с отклонениями в здоровье и развитие требуют большего внимания, но еще больше работы с их родителями. Нам здесь очень нравится замечательный педагогический состав. Если ребенок пришел, она не могла даже, как вообще слов не говорила, мама, баба, только все. Сейчас у нее пошла речь. Занимаемся ЛТК, психолог, педагог с нами, музыкой занимается. Индивидуальный подход, максимальное внимание к каждому малышу, собственный пример, вот главные принципы ее работы. Изо дня в день нелегко приходится. Но Светлана знает, детская любовь и даже самые маленькие успехи – это дорогого стоит. Во-первых, это отдача, которая идет от деток. Когда ты видишь их результат, их успехи, то это и твои достижения, и твои победы. И когда видно то, что ты научил ребенка, и он это уже умеет делать, душа за него искренне радуется. А когда потом наши дети еще идут в массовые школы и очень хорошо учатся, и с благодарностью вспоминают нас, первых педагогов, то лучшей профессии, наверное, быть не может. Доброта – основа всему, считает Светлана Зимина. Ее доброта, светлая улыбка и безграничное терпение творят чудеса. С 10 по 19 сентября на участке Черного моря от Керчи до Туапсе пройдет самая масштабная регата Черноморского побережья – открытый Кубок Юга России по гонкам крейсерных яхт «Нова Кап-2015». Это событие традиционно привлечет внимание и объединит яхтсменов, профессионалов и любителей, всех, кто неравнодушен к парусному спорту. Одним из участников регаты станет команда из Анапы на яхте «Испаньола». Заявки на участие в соревнованиях уже подали команды из Краснодара, Сочи, Геленджика, Таганрога, Новороссийска. Все яхты разные, разных классов. Есть более или менее скоростные. Каждый из них, судя, присваивает гоночный коэффициент. Поэтому они находятся в равных условиях и могут побороться за место под солнцем. У нас на юге, в Черном море, проводится крупная регата «Нова Кап-2015». В этом году она будет называться, в которой принимается с каждым годом все больше и больше участия спортсменов и судов. Три или четыре года назад, точно не помню, в этой регате участвовало всего четыре яхты, потом шесть, двенадцать, восемнадцать. Сейчас около сорока яхт парусных подали заявки на участие. Яхта «Испаньола» из Анапы – это гоночная яхта класса «Конрад-25», изготовлена в ГДР по заказу Советского Союза в 1986 году. Восемь метров в длину, не боится никаких штормов, не раз ходила в Турцию, Грецию, обошла Адриатическое, Эгейское, Мраморное, Черное моря. От Анапы будем участвовать мы, яхта «Испаньола», экипаж «Яхты» «Испаньола» будет состоять из четырех человек. Это капитан Евгений, еще один капитан Алексей, потом будет у нас Виталий, он сейчас действующий чемпион России по парусному спорту, немножко в другом классе, но тем не менее. И с собой мы берем тренера, тренера высшей категории, Бориса Николаевича Никитенко, который нам будет нашим тактиком, то есть он нам будет оттачивать наше мастерство, так сказать, потому что парусное дело – это вообще очень древняя наука, гораздо старше она, чем автомобиль и все остальное, и в ней учиться можно бесконечно. Все этапы яхты должны пройти только под парусами. Спортсмены используют при этом руки, голову, силу ветра и природы. Люди на берегу не ощущают той мощи стихии, которая содержится в морской пучине. Гоночные регаты оттачивают мастерство, морские навыки по управлению яхтой, установке парусов. Это колоссальный опыт, необходимый для каждого яхтсмена. Это энергия, когда ты выходишь в открытое море, ты уже не видишь берегов, ты чувствуешь ветер. Все люди, которые есть на судне, это экипаж, вы находитесь в замкнутом пространстве, у вас особое взаимодействие, которое ни с чем не сравнится. Регата – яркое захватывающее зрелище, которое может объединить любителей водной стихии из разных городов и стать настоящим фестивалем для ее участников и гостей. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду 9 сентября в Анапе малооблачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21-26 градусов, ночью до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступная и качественная одежда для детей и взрослых» – модная школа, в которую можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной, и самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.